Доброго времени суток! На связи Тверской Воскресник, практического курса системного самовоспитания. 11 июня у нас прошла тренировка, которая была посвящена фасциальной растяжке. Фасция выполняет значительную роль в человеческом организме. Эта трехмерная тонкая сетка окружает отдельные мышцы и группу мышц, фиксирует все структуры тела и защищает их. Ее еще называют мягким скелетом тела. В фасции находится большое количество нервных рецепторов, гораздо больше, чем в мышечной ткани. Благодаря такой чувствительности она молниеносно реагирует на все изменения и информирует о них нервную систему. Кроме того, существуют сильные фасции, которые придают нашим органам стабильность. Здоровая, упругая фасция обеспечивает правильную работу суставов и мышц, ускоряет передачу информации в центральную нервную систему и, соответственно, ответную реакцию организма. По традиции мы начинаем с того, что отстраиваем положение тела. Ноги стоят на ширине плеч, таз подкручен, плечи отведены назад и лопатки сведены в верхнюю часть поясницы. Руки можно положить на крестец, чтобы контролировать движение поясницы и движение плеч. Смотрим вперед, дышим животом. Из этого положения мы делаем несколько подъемов на носки и скат на пятки, чтобы найти свою ось. В этом движении стоит обратить внимание на то, что носки мы отрываем как можно выше от земли, сохраняя при этом осанку. Затем добавляем динамику. Идем сначала на пятках, отрывая как можно выше носки от земли, сохраняя при этом ровную ось. Затем как можно выше делаем подъем на носках и сохраняем движение. На внешней стороне стопы, отводя при этом колени в стороны, на внутренней стороне стопы колени сводим вместе. Важный аспект, что во всех движениях стоп мы сохраняем дыхание и нашу ось. Смотрим перед собой, руки можно оставить на крестце. Для следующего движения нужно будет немного согнуть колени и отвести плечи за таз. Мы ставим пятку на землю, разворачиваем носок в сторону и делаем шаг. Поставить пятку, развернуть носок, сделать шаг. А для следующего шага нам носки нужно будет всегда держать внутрь, то есть делать шаг с уже закругленным внутрь носком, как будто косолапим. И таким образом нужно будет походить. И следующее движение мы делаем шаг, вкатываясь с пятки на носок, фиксируемся на носке, стоим пару секунд и вновь вкатываемся в пятку. Подняться на носке, зафиксироваться пару секунд, сделать шаг. Плечи выравниваем, таз выравниваем, смотрим перед собой, чувствуем ногами землю. В следующем движении нам нужно будет пяткой проскользить по полу и протолкнуть себя вперед задней ногой. То есть если в предыдущем упражнении мы выталкивали себя носком наверх, то здесь мы проталкиваем себя вперед. Смыкаем колени, протаскиваем пятку по земле вперед, делаем шаг, отталкиваясь носком задней ноги. Сделали шаг, снова пятку протягиваем по земле, плечи отводим за таз, отталкиваемся носком задней ноги и делаем шаг, толкаем себя вперед. Потом в этом упражнении мы добавляем разворот на 360 градусов. Сделали пару шагов, занесли одну ногу за другую и повернулись на 360 градусов. Здесь ногу мы заносим крестом и поворачиваемся вправо на 360 градусов и влево на 360 градусов. После этого мы делаем махи ногами. Поднимаем руки на уровень плеч, можно опустить и ниже. Выносим их перед собой, руки лежат на лопатках. Делаем мах ногой к противоположной руке носком от себя. Поднимаем ногу медленнее, чем опускаем. На поднятие вдох, на обратное движение выдох. Повторяем мах к одноименной руке, сохраняя технику. Также у нас есть махи изнутри наружу и снаружи вовнутрь. Для того, чтобы сделать мах снаружи вовнутрь, мы разводим руки в стороны. Заносим ногу сбоку, правую с правой стороны, а левую с левой стороны и делаем хлопок по противоположной руке. А вот с махом изнутри наружу дело обстоит сложнее. Разберем детально. Обратите внимание на постановку рук. Ладони будут разворачиваться вправо и влево в зависимости от того, какая нога будет делать мах. Правая нога, руки разворачиваются пальцами вправо, а левая разворачивается пальцами влево. Если вы будете делать мах изнутри наружу навстречу пальцам, то есть два варианта. Можно сломать пальцы рук об ногу, а также можно сломать ногу об пальцы рук. Оба варианта не очень приятные, так что следите за техникой выполнения. Нога при махе изнутри наружу проходит по ладоням, а не по пальцам. После махов ногами носком от себя, у нас идет ласточка с разворотом бедра. Здесь важно, чтобы нога и корпус были на одной линии. Делаем на одну и на другую ногу по три подхода. Затем выполняем упражнение флюгер. Здесь наоборот, бедро ноги, которое в воздухе, тянем к земле и разворачиваем корпус вместе с ногой вправо-влево. Далее мы продолжаем делать махи ногами. Только теперь носок тянем на себя, а руки при всех махах будут разведены в стороны. Здесь уже нет задачи дотянуться ногами до рук. Можно добавить к махам движение. Мах, шаг, мах, шаг. Следующее упражнение звездочка или боковой мах. Встаем боком к той стороне, в которую будем идти. Руки в стороны, ноги чуть шире плеч. Опускаем вниз руку по ходу движения. Другой рукой закручиваем себя на 180 градусов. Пальцы разворачиваем к плечу, ноги будут стоять крестом. Ранее опущенную руку поднимаем прямую над головой, ладонь разворачиваем вверх. Далее делаем мах ногой из-за спины и встаем в первоначальную позицию. Руки в стороны, ноги чуть шире плеч. Это упражнение больше про наработку сложных нейронных связей, координацию, синхронизацию движений. Со временем это упражнение делается за одно движение. Следующий блок подготовка к подсечкам. Упражнение всадник. Расстояние между стоп полторы ширины плеч. Носки смотрят прямо. Руки выносим вперед для равновесия. Таз подкручиваем вперед, чтобы в пояснице не было прогиба. В этом положении опускаемся вниз. Пробуем переключиться с мышц на связке. В ногах может появиться дрожь, значит тело запустило механизм переключения. Делаем три подхода по 5-10 секунд. Можно увеличивать или уменьшать продолжительность выполнения упражнения. Следующее упражнение лучник. Ноги на ширине плеч. Одна нога уходит за спину прямая, вторая перед собой согнутая в колени. Опускаемся на переднюю ногу, скручиваем бедро. Руку со стороны передней ноги отводим в кулаке к бедру пальцами вверх. Чуть согнутую руку со стороны задней ноги выносим ребром ладони вперед. Делаем три подхода на каждую ногу по 5-10 секунд. Далее, между стопами расстояние полторы-две ширины плеч. Сгибаем одну ногу, переносим на нее вес. Берем одну высоту, на ней мы будем переносить вес с одной ноги на другую. Голова остается на одном уровне, не подпрыгивает. Усложненный вариант, когда мы полностью садимся на ногу, вторую вытягиваем вбок. Выносим руки вперед для равновесия и из нижней точки переносим вес с одной ноги на другую. Стараемся выпрямить спину и не отрывать пятки от земли. Не забываем о дыхании. Вдох на расслаблении, выдох на усилении. Переходим к самой динамичной части тренировки, где физических ресурсов осталось не столь много, но задач впереди предостаточно. Садимся на корточки. Руки сведены в локтях перед собой. Захватываем пространство руками. Идем вперед и назад. Стараемся выпрямить спину. Ноги заносим с боков. Затем повторяем упражнение, но руки оставляем за спиной ладонями вверх. Летающие гуси. Два прыжка вперед. Замах руками сбоку. Раскручиваем себя в прыжке махом прямых рук на 360 градусов по часовой и против часовой стрелке. Замах слева, крутимся вправо. Замах справа, раскручиваемся влево. Узник. Беремся за щиколотку и вытягиваем ногу обеими руками. Шаг делаем свободной ногой. Колени прямые, спину понемногу выпрямляем. Ходим вперед, назад, боком, другим боком. Сначала беремся обеими руками за одну ногу, потом за другую, потом за обе одноименными руками. Стараемся почувствовать, как работает таз, внешняя и внутренняя поверхность бедра, что вообще нужно для совершения движения в этом положении, чтобы были прямые колени и спина. Пистолет. Садимся на корточки, одну ногу выпрямляем вперед и пробуем оторвать от земли, потом меняем ноги. Затем пробуем сделать пару прыжков вперед с вынесенной вперед прямой ногой из положения сидя. Прыгаем только вперед, назад не прыгаем из этого положения. Задача завязать нейронные связи на то, что это движение, как и любое другое трудное, возможно выполнить. Червяк. Вообще это упражнение делается из положения лежа, на спине и на животе. Поскольку мы немного ограничены в реализации этого, прибегаем к альтернативе. Делаем упражнение из положения стоя. Лопатки сводим, поднимаем плечи к ушам, вперед, вниз, назад, а затем обратно. Делаем движение непрерывным и плавным, как будто ползем по земле вперед и назад. Прыжки из положения ласточка. Ладони смотрят вперед, также прыгаем только вперед, дошли до конца, развернулись и возвращаемся на исходную точку прыжками вперед. Гусеница. В целом это упражнение выполняется из положения стоя, но начинать мы можем с меньшей высоты. Падаем вперед и амортизируем падение руками, сгибая локти вдоль тела. Ноги подтягиваем к рукам в момент, когда разгибаем локти. Со временем это должно стать одним движением. Локти разгибаются, прямые ноги подтягиваются к рукам. Игра «Летел лебедь». Все становятся в круг и соединяют руки. Ладонь правой руки каждого игрока должна быть поверх ладони игрока слева. На ладони левой руки каждого игрока сверху должна лежать ладонь соседа справа. Каждый раунд можно менять положение ладони, чтобы запускать круг и по часовой, и против часовой стрелки, синхронизируя работу полушарий мозга. Далее игроки по очереди хлопают по рукам соседа и произносят считалочку. Каждое слово – следующий игрок. Летел – лебедь, по синему – небо, читал – газету, по номерам. Тот игрок, на котором считалка закончилась, называет любое число. Дальше хлопки продолжаются, но называются цифры. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. До нужного ключевого. Игрок, называющий ключевое число, при хлопании должен ударить по ладони соседа. Задача соседа – отдернуть руку до того, как по ней ударили, но не раньше, чем произносится число. Если бьющий промахнулся, он выходит из круга, а если попадает, то из круга выходит тот, по которому попали. Вот такое насыщенное занятие у нас получилось. Участники отметили, что темп был достаточно высоким, но все справились по мере своих сил. Следующая тренировка состоится 18 июня и будет посвящена подготовке к адаптивной акробатике. Следите за новостями в социальных сетях практического курса системного самовоспитания. До новых встреч!